Ну что, друзья, всем привет! Я рад, рад, наконец-таки, приветствовать вас на своем канале. К сожалению, не получается четко монтировать ролики, чтобы они выходили достаточно регулярно. Есть перерывы, согласен. Поэтому, если среди вас есть те, кто умеет монтировать видео, напишите мне, пожалуйста. Я думаю, договоримся. Я думаю, короче, ладно, напишите мне, короче. Как там говорится, наливайте чаек, берите печенюшки, усаживайтесь поудобнее и поехали! Ну, а я пока расскажу вам, что к чему и веду в курс дела. Мотик у нас уже примерно собирается. Он уже на колесах. Не хватает еще некоторых деталей. Они все в заказе. Короче говоря, в процессе. В скором времени, я надеюсь, они уже прибудут. Мы их поставим. Я заказал крутой обвес на него. Так что, думаю, получится просто пушка. Сегодня мы будем разбираться в том, как сделать перекрытие. А в доме очень просто, дешево, как говорится. Ну и достаточно надежно. К тому же, многие спрашивали о том, как они сделаны у меня. Начали работать на втором мараже. Поэтому как раз сегодня все это вам покажу, расскажу. Погнали! В доме здесь уже мы, конечно, зашили. Сделали натяжной потолок. Отсюда ничего не видно. Наверное, только вот здесь у нас остался незакрытый потолок. То есть, снизу он подшит вот такой вот доской дюймовкой. Дюймовка, кто не знает, это 2,5 см доска такая. Подальше, значит, идет ветра. Защита осталась у нас от крыши. Вот там черная, можно видеть. Одной доски нету, потому что мы там снимали. Ну, не суть. Короче, сделала, значит, доска, пароизоляция. Потом идет брус. Пойдемте вам покажу. Поднимемся на второй этаж. Ну, вот мы и на втором этаже, друзья мои. Здесь у нас, в общем-то, брус 100 на 200. Под ним ветра защита, которая осталась от кровли. Ну и снизу все это дело подшито доской дюймовкой. Лаги располагаются друг между другом на расстоянии где-то 70-80 см. Часть досок, которые лежат сверху, мы подняли. Для чего? О, сейчас мы будем укладывать туда утеплитель. Точно такой же, который идет на кровлю. Для чего это делается? Для того, чтобы обеспечить звукоизоляцию между первым и вторым этажом. Это дешево и достаточно хорошо работает. Многие, ну не то, что многие, но я видел такое, что туда засыпают. Песок кто-то засыпает туда, кто-то керамзит. Но это, получается, достаточно тяжелая конструкция. А утеплитель все-таки он достаточно легкий и обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. Вот такой утеплитель. Будем туда класть техно-николь. Вот он здесь у нас лежит. Техно-николь, мастер, техно-блок. Ну я выбирал специально самый дешевый. Тут как бы разницы особой не играет. На утепление. Главное, чтобы он был мягкий и брал в себя, что называется, звук. Изоляция звука выполнял эту функцию. Я думаю, что он с ней прекрасно справится. Короче, техно-блок фирмы техно-николь. Игорь Рыбаков, привет. Вот так вот он выглядит. Толщина 10 сантиметров. Бруска укладываем его сюда. А, и предварительно мы вот эти досочки еще будем пропитывать пропиткой для дерева. Против всяких насекомых. Думаю, что лишним не будет. Некоторое время назад мы тут боролись кое с кем. Скоро будет видео о том, как нас обманули строители, в общем-то, и сделали очень нехорошо. Никто не стремится, на самом деле, сделать для вас хорошо, кроме вас и них. Так что, поэтому, будьте внимательны. Ну и скоро об этом видео я более подробно, более детально овощем расскажу. Ну а сейчас поехали. Будем делать то, что мы наметили. Погнали. Отмеряем, короче, вот эти маты. И укладываем их вот по такому принципу между лагами. Первый слой мы вложили. Теперь нужно его накрыть будет укрывным материалом, который остался у нас от кровли. Ну, это будет андутис, как она, ветра, пара, гидроизоляция, как хотите, называйте ее. Делаем ее для чего? Для того, чтобы, если мало ли, будет играть. Не то, что будет играть. Короче, чтобы не летели вот эти микроволокна от каменной ваты. Чтобы они не летели в помещение, в комнату, мы ее закрываем. На всякий случай еще и вот эта вот пара ветра гидроизоляции. Ну, как-то так, погнали. После этой ветра пара, пара изоляции, укладываем на нее доски. Ну, и потом уже после всего, я думаю, что когда все, весь пол сделаем таким же образом, эти доски будем уже крепить непосредственно к лагам. Ну, как-то так вот выглядит весь процесс. Так что погнали дальше. Дело идет. Там вон лежит наш утеплитель. Сверху это пленка и доски. А то много было вопросов, как сделано перекрытие, железобетон или какие-то еще. На самом деле, вот такая конструкция. Короче, этих лаг будет вполне достаточно. Они всю нагрузку выдержат. Короче, вот так вот. Гоним дальше. Гоним дальше! Здесь брус пошел темный, потому что я его обрабатывал моторным маслом в свое время. Если кто-то скажет, что типа это не гигиенично, не экологично, это токсично, пахнет невозможно, слезы из глаз идут и так далее, смею вас заверить, что это не так. Короче, он давным-давно уже высох. Абсолютно ничего не пахнет, абсолютно не токсичен. И я думаю, что на экологию он особо сильно тут не повлияет. Зато он прекрасно защищает от разного рода жучков, паучков, короедов и прочих ненужных обитателей в нашем, ну и в вашем тоже доме. Так что пользуйтесь, берите на заветку. Ну а у нас уже, смотрите, где-то примерно половину этой части дома мы уже проложили. Осталось еще столько же. Дело идет, работа движется, ну и в общем-то это радует. Солнце уже село, стало немного темнее, нам пришлось включить лампочку. Довожу до вас немного обстановочку, которая сейчас происходит. Включили свет, солнце немножко погасло, но мы уже близки к концу, потому что идет последний ряд, последний ряд. И вот там нужно будет кусочками дорезать. И будет все четко. Двигаемся к цели. Сегодня нужно кровь из носа доделать. Ну а, наверное, завтра, наверное, завтра, потому что сегодня мы уже не успеем, нужно будет все эти доски еще прикрепить саморезами к этим лагам. Завтра же объясню, почему именно саморезами. Ярослава, расскажи, что у нас тут происходит? Как обычно, у нас тут мама с папой делают нам второй этаж, мы тут все на втором этаже. Вот, смотрите, что они делают. Они лежат стекловатым, обязательно мыть руки полностью стекловатым. Дорогие друзья, мы заканчиваем. Вот теперь последний пролет. Все последние отверстия закрываем. Сейчас это все дело андутисом. Ну что, друзья, андутис мы прикрепили. Сейчас осталось просто раскидать доски. На сегодня, я думаю, будем закругляться. Буквально увидимся с вами через пару мгновений. А у нас уже следующий день. Для вас это было, наверное, всего лишь пара мгновений. Ну что, сегодня будем крепить вот эти доски к тем лагам, которые, в общем-то, у нас там лежат. Доска 40, саморезы 65. Я думаю, вполне будет нормально. Кто-то, может быть, скажет, что нужно там их шкантовать. Типа, чтобы они не терлись, не скрипели. Но я вам скажу так, что расстояние между лагами достаточно маленькое. Поэтому я думаю, что скрипеть ничего не должно. Ну, во всяком случае, мы это проверим, закрутим. И я вам это все покажу, продемонстрирую. Ну, теперь начинаем разматывать провода. Берем дрель и погнали. На самом деле, доски здесь у нас были привезены уже давным-давно. Напилили в размер и просто разложили, не закрепляя. Они высохли, причем каждая высохла так, как ей нравится. Одни кривые, косые, другие толстые, третьи тонкие, короче говоря. Одни, как пропиллер у самолета, другие просто как сабля, короче. Поэтому приходится их сейчас вытягивать, стягивать. Естественно, есть разбег по толщине небольшой. Есть щели, без них никак. Стараемся вытягивать, как можем. Но вот это максимум, что, возможно, в некоторых случаях получается. Достаточная щель для того, чтобы выровнять, чем-то накрывать или фанерой, или чем-нибудь еще, пока не решили. В любом случае, это все выровняется, ничего страшного не будет. А тем не менее, у нас уже сделано три. Ничего пока что не скрипит. Я хожу здесь, бегаю, прыгаю. Ни одна досочка не скрипит. Приятно ходить по такому полу, который уже не прыгает. Под тобой доски не скачут. Кайф, короче говоря. Продолжаем дальше. Осталось еще в два раза, во столько же. Все доски мы уже приклютили. Осталась только вот такая полосочка между досками. Я ее уже расчертил, отмерил. Сейчас нужно будет выйти на улицу, завести бензопилу и распустить эту досочку. И тогда будет прям четко. Ну и с той стороны точно так же. Ну что, друзья, наконец-таки мы все закончили. Многие, наверное, скажут, что этот пол нужно шкантовать. Нужно с собой соединять шкантами, чтобы он не скрипел. Чтобы половицы друг между другом не играли. Но могу вам сказать, что он на самом деле не играет. Из-за того, что расстояние между лагами порядка 70-80 сантиметров. Достаточно маленькое. Поэтому доски не играют. Очень крепко держатся. И вот сколько мы по нему ходили, в общем, пробовали. Ни одна из половиц нигде не скрипит и не играет. Так что четко. Сверху еще положим какие-нибудь листы, наверное. Наверное, это будет фанера или что-то еще. Ну а сверху уже положим ламинат. Короче, с полом мы закончили. И это здорово. Теперь по плану у нас будут перегородки. Я думаю, потом нужно будет развести электрику. Отштукатурить все стены. Ну и дальше, в общем-то, как говорится, война план покажет. Так что подписывайтесь на канал. Лайки, комменты туда. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok